МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СИГНАЛ 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 Сюсов это чудак. Чудак, который обременен большим талантом. Их-фактор был ему дан как шоу, в котором он должен развиваться. Мистер непредсказуемость. Их-фактор 3 сезона. Поет очарованно. А-а-а, колдово. Дима, смотри, когда заканчивается номер, выходит Оксана Марченко. Говорит, это буф. Мы трос и ссоем. Ты снимаешь кандалы и выходишь к Оксане Марченко на общениях. Ты понял? Да. Прямой эфир. Допивает. Значит, он встает. И с этими кандалами идет Оксана Марченко. Это звон. То есть это звон по всей сцене. И у нас кто-то из технической группы по рации тихо всем сказал. Вот так прогремел на всю страну. Приходит и говорит, ребята, вы знаете, я понимаю, что вам со мной тяжело. Ну, выдержите еще чуть-чуть. Не должны... Нащупать нервы в этой песне. Я специально для этого случая посоветую, что Серик пригласил для тебя аккомпанент. Это песня, которая ассоциируется у меня с моей молодостью, да, с моим детством. Она подходит к деме. Она для него как будто написана. Это гитара, которая десятки раз была со мной на концертах. Я хочу, чтобы эта гитара сопровождала нас на этой репетиции. Да? Потому что нам нужна такая дворовая душевность. Понимаешь? Прошу вас. Доминор. Эта атмосфера помогла. Это те люди, с которыми тебе на данный момент хорошо. И которые тебя никогда не бросят. Насколько это демоны? Отпытания. Он учится. Я вижу, что он впитывает все. Очень умный парень. Он чувствуется в жизни уже тоже многого хлебнула. Меня эта песня трогает до безумия. Потому что я понимаю, что судьба может отвернуться от каждого человека. Никто не хочет быть одиноким. Страшнее одиночества нету. Ничего. Дмитрий Семенович. Я один, я как ветер. Я пью земную благодать. А трудный день и под вечер. Светила тоже хочет спать. Где ты, мой ангел-хранитель? Возьми, если сможешь, меня к небесам. Побежал я из дома. Братит по сказочным мирам. Я прошу, забери меня, мама. С улиц городских обратно домой. Я послушным и правильным стану. Я хочу домой, а здесь я чужой. Бьется ночь, мух на раненой птицей. И дрожит огонь. Усталые свечи проплывают знакомые лица. День прошел незаметно. А я на улице опять. А за плечом спит мой ангел. Я не желаю погибать. Где ты, мой ангел-хранитель? Возьми, если сможешь, меня к небесам. Побежал я из дома. Братит по сказочным мирам. Я прошу, забери меня, мама. С улиц городских обратно домой. Я послушным и правильным стану. Я хочу домой, а здесь я чужой. Бьется ночь, мух на раненой птицей. И дрожит огонь. Усталые свечи проплывают знакомые лица. Но им не понять без прессорной тоски. День, мой ангел-хранитель. Возьми, если сможешь, меня к небесам. Я прошу, забери меня, мама. С улиц городских обратно домой. Я послушным и правильным стану. Я хочу домой, а здесь я чужой. Убежал я из дома. Дмитро Сесуев на сцене шоу «Х-фактор». Дима, ты у своєї стихії. Цей пьянкий дух свободи, приголомшливі пригоди. Тобі ж таки близьке, правда? Да. Ти такий. Але всім цим можна по-справжньому насолодитись тільки тоді, коли знаєш, що десь є місце, де на тебе чекають. Відтепер у тебе таких аж два. Одне, зрозуміло, рідний Дім. Друге – це «Х-фактор». Знаємо, тебе любимо таким, як ти є. Спасибо. Дякую тобі. Ігорю, що ти скажеш про цього бунтівника? Це не перший танцівальний хід, до речі, який ми чули в цьому сезоні від Діми. Діма співав Джексона. Класно. Діма класно співав «Марун Файв». Мені, здається, ця пісня вийшла. Я б не городив таку складну постановку, але це ніякого значення не має. В даному випадку, з точки зору вокалу, з точки зору того, як треба співати цю пісню, мене все влаштувало. Це був вдалий виступ, Діма. Спасибо. Дякую. На мій погляд. Іро, тебе не виникло б бажання прихистити Діму, забрати з вулиці? Ой. У неї щодні вечереження, Литвинкович. В общем, вот сидела, я смотрела номер Димы і думала, «Какой же хороший номер? Як же хорошо Дима поєт, і як він прекрасно все діляє, і і грає прекрасно». Вот це я все, значит, смотрю і думаю, і чихнула. Чихнула, значит, точно. Вот. І знаєте, ще о чому подумала? Я, по сути, сижу между двух огнів. І мені дозно бути тепло, соответственно, я не дозна чихати. Правильно ж я кажу? На самом деле, вони не конкурирують. Мне кажуть, вони просто сидять і получають удовольствие від своїх потрясаючих, подготовленних і дуже талантливих артистів. Ми навіть в кінці поцілуємо тебе в різні щучки. Дякую. Сергію, цікаво, чи близький витонченим музичним критиком переживання безпертульних романтиків. Я теж дуже люблю цю пісню Павла Єсеніна. І Дима здесь був, безусловно, в своїй стихії. Очень красива мелодія, ритм. І все так точно виверено здесь, в самой композиції. Дима пел очень чисто. І було вдохновення, але було і волнення. Я теж його чувствував. І що мене особливо печалить, грустний взгляд, грустні глаза вот цього прекрасного молодого чоловіка, дуже талантливого. Всегда ощущение какой-то тоськи, щоб він не пел, какой-то грусти, какой-то неизбывний, порой безисходний грусти. Мне кажется, Дим, надо уходить от этого. В тебе і так є ця глибина потрясаюча. Не треба ще усиливати її такою вот грустью нарочитой, що ли. Мне не хватило в каких-то местах композиції тільки залихватськості. Понимаєш, «Убежав я із дому», с вызовом каким-то, с дерзостью где-то надо було исполнить какие-то фрази. «Вот этой дерзости не хватило, так би она тебе пошла. А грусти в глазах і так достаточна у тебе. Ты очень хорош». Песня получилась, несомненно. Но вот блеска би добавил вот этот вот кураж і дерзість твоя на сцене. Ну, я думаю, что в следующем туре ты нам что-нибудь эдакое покажеш обязательно. Молодец. Дякую, дякую. Серега. Уважаемые телезрители, посмотрите в глаза этому парню. Единственное, в чому он нуждается, это немного вашей любви. Спасибо тебе, Дима. Дякую. Всправді розраховувати на одного тільки янгла-охоронця Димі не варто. И всем тем, кто болевает за Диму, не треба покладаться на долю. На носи фінал. И если вы хотите бачить там Диму, моя вам порада – дейте. Не зайве будет нагадать номер телефону, за которым ваша помощь будет особенно эффективной. 0900-102-012. А також вы можете надсиловать смс с текстом 12 на номер 7766. Шойно открываются лініи для голосования. Хапайте тогда все подручные средства связков. Дима розраховывает на вас. Дима, теперь начинается самое важное. Чекаем, что же решают глядачы. Как на меня, тебе карта не имеет за что. Все было чудово, поэтому будем надеяться, глядачка симпатия будет на твоем обои. Удачи тебе. А это был Дмитрий Сисоев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Игорь, твои атендит на підписку.